Как сохранить зимой контейнерные наши растения? Очень многие, так же как и я, сажают растения в контейнеры на весь сезон. И естественно вопрос очень часто, как их вкапывать в сад или не вкапывать, или что сделать с этими контейнерами, как им сделать перезимовать. Что касается хвойных, я могу сказать, что вкапывать в сад мне некуда. Но что я поступлю, как я правильно сделаю? Во-первых, вы должны сделать так, чтобы контейнер, если вы не вкапываете, был литров 30. Вообще отлично зимует. Вот, я сейчас занимаюсь как раз пересадкой с меньших контейнеров больше. Посмотрите, какая корневая система, идеально уже тесну, уже она у меня замучилась. И я купила контейнеры 30-литровые. Я их не то чтобы вкапаю, я их вот так чуть-чуть углублю, для того, чтобы у них была связь с землей, с влажностью, с погодными условиями. То есть небольшие сделаю углубления, контейнеры поставлю. А весной я их опять достану, да, Бонита? И опять мои тучки будут украшать мое крыльцо. Те тулы, которые сейчас мы видели на крыльце, там все нормально. Контейнеры большие, 35-40-литровые. Они перезимуют идеально. Идеально. И еще решила записать продолжение. Грунт я использую для хвойных. Либо простой универсальный смешиваю с кислым торфом. Что есть, что набрала сейчас, я сделала, что было в Леруа Мерлен. Вот, сходила за телефоном. Зачем? За то, что вот такую плотную корневую систему я немножко по краям, видите, взъерошиваю для того, чтобы она лучше укоренилась. Здесь на дно насыпала грунт, поставлю, засыплю и пролью обязательно водой с корневином. И тогда у вас вообще проблем с приживаемостью не будет. Вот. И если у вас контейнеры вот такие 10, да, 10-15 литров, то желательно вкопать. Кто сейчас покупает и нет места для посадки, вообще бы лучше бы их вообще вытащить из контейнеров. И без контейнеров вкопать. Пусть на временное место на зиму, но можно с контейнерами. Но лучше без. Чтобы не было переизбытка влаги, чтобы не было развития фузариозов, чтобы из-за застоя влаги, чтобы не было проблем с грибковыми заболеваниями в корневой системе. Всех моих учеников ждет в ближайшее время, особенно осенних, хвайпад. Вот. Эта туя была пострижена в июле. Она уже две стрижки пережила. И, конечно, хвайпад, который внутри, в глаза не бросается. Она уже уплотнилась, она уже стала более жирной. Смотрите, внутри точно такой же хвайпад, какой на вот этой туе. Две недели назад подстрижена. Естественно, смотрится лысо. Естественно, хвайпад на лице. Потому что здесь еще ничего не заросло. Но вы должны понимать, я не могу вас обучать, постригитесь с запасом. Я вас обучаю именно так, чтобы ваши туи были идеальной формы и набивали идеальную плотность. Поэтому хвайпад последним группам обеспечен. Вот такой вот будет на виду вот такой страшный. Но весной придет на этих местах, где отвалятся хвоинки, молодой прирост. Заложатся молодые почки. Все будет отлично. Ветки никакие не отрезаем, ничего не вырезаем. Вот здесь везде будут молодые деточки. Хорошо? Без паники. Последняя группа, особенно Москва, вас это в первую очередь касается. Спасибо.